Здравствуйте, с вами Светлана, ну и конечно же Александр. Сегодня у нас шопинг, но шопинг мужской. Идем в Глорио Джинс смотреть Александру. Нужны джинсы, но не обязательно, что мы их здесь купим, он такой капризный, как обычно мужчины. Нет-нет, я обещаю, что я сегодня здесь куплю. Да? Ну, ему сегодня еще нужно обувь купить, куртку, такую уже потеплее, осень, но теплую. А я показываю детские, что интересно, товары, но там еще есть и взрослая одежда, конечно же. Но я думаю, что не обязательно, что мы купим здесь, потому что, ну вы сами знаете, мужчины есть мужчины. Как обычно в Глорио Джинс Александру ничего не понравилось. Бывает. С мужчиной еще походишь, повыбираешь. И посадка ему не так, и то не нравится, все не нравится. Ой, а я как раз зайду в Инчиндэм, посмотрю, что там. Там он джинсы, там Александр выбирает. Сейчас я зайду в Инчиндэм и посмотрю, что он там для себя выбрал. В Ашан заехали за продуктами, Светлана что-то там экзотическое выбирает. Вот, виноградик, какой классный виноград, розовенький. Нет, она себе банго. Ее на экзотику подтянуло. И это что за фрукт такой? Банго. Она сегодня по скидке 300 рублей, поэтому я хочу выбрать мягкое и мягкое. Вот оно мягкое. А вот ананасы зеленые, очень зеленые. Ананасы где? А, да. Есть очень мягкое. Ну, парочку, хватит тебе. Да, я очень что хочу. А мне виноград понравился. Надо будет купить. А вот тот маленький, такой, розовенький. Вот этот, да? Да, да, да. Ну, ты покажи его. Я показал. 149 рублей. Так, а пакет? А, вот он. Мы решили сегодня по фруктам, по овощам. Мясо брать не будем, мясо есть вредно. Потом покажем. Яблочки. Какие яблочки у нас нет. А ты тебе пробовал новый урожай? Да. Они жестковатые, хочу тебе сказать. Но они очень сладкие, вкусные. Ну, хрустящие такие. Яблоки у нас 89 рублей вот такие вот. Ой, стукнуло так. Груши. Груши мягкие. Санта Мария. Чемоданы по скидке, потому что уже отпускной сезон закончился. Александра там что-то выбирают. Вводил чая и кофе. Александр растворимый кофе эгоист. Почему? Наша тысяча, наша тысяча. Наша тысяча рублей кофе. Как на дрожжах растет. Ну, потому что кофе хороший, вкусный. Вот рекомендуем, если растворимый, то вот такое. Два в одном. А то, что варить в зернах, мы еще не разобрались, какой вкусный, какой нет. Ждем от вас советов, девочки, кто пьет кофе. Ну, в машине или просто в турке. Вот что вы посоветуете? Да. Из зерновых мы еще пока, знаете, профаны. Не знаем. Если вы что-то посоветуете, какой-то кофе вкусный, обязательно купим и вместе с вами кофе-то попьем. Здесь очень много чая. Различные, различные сорта. Зеленые, черные, с добавлениями. Можно даже вот купить кому в дорогу в пакетиках. Но мы в пакетиках в последнее время уже не пьем. И ценовая категория здесь различная. И за тысячу, и за полторы, и за триста, и за сто пятьдесят шесть. Вот, как вы видите, разное. Знаете, для наггетса. Зачем? Наггетс. Мы в Макдональдсе сидим, жуем. Сейчас покажу Александру. Сидит, жует, жует. Вредная. Да. Мы взяли по коктейлю, по молочному. Очень вкусная. Ну, еще кое-что вредненького. На улице сегодня замечательная погода. Единственное, что мороженое закрыто уже. Но коктейль не очень его хочется. Посмотрите, сколько у нас народа гуляет. Погода замечательная. И цветочки. Цветочки еще цветут. Пришла поливать цветы в комнату сына. Думаю, дай посмотрю, что у меня в тепличке. Там, где мы с вами размножали фиалку листьями, увидела, что уже вот такой вот замечательный корень у листа. А с обратной стороны, смотрите, детка. Такая хорошая детка. Правда, маленькая. И у следующего листа тоже корень такой, что аж вот видите, свисает. Но здесь же есть и детка. Правда, она чуть меньше. Сейчас буду их сажать, потому что тянуть уже нельзя. Корень нехороший. Потом домашний клен. Как-то я его не помню. Абутилон, по-моему, называется. Мне муж приносил череночки. Уже корни дала. И розу махровую он мне привозил. Два череночка. Вот, пожалуйста, корешочки уже идут. Правда, такие еще. Я такие корни еще не сажаю с такими корнями цветы. Сажаю вот когда уже ниточки. Но вот у домашнего клена у него не было вот таких вот пупырышек, как у гибискуса. Здесь сначала идут вот такие вот замечательные просто пупышки, а потом корни. А у клена сразу же без пупышечек, без этих, идут корни. Корни волоски. Ну, в общем-то, смотрится он так нормально. Посадим, посмотрим. Но сажать буду прям вот в скором времени. Также у меня здесь отростками я выращиваю хую. Хороший большой корень. Здесь корни так и нет. Я выбрасываю, не буду держать. Здесь тоже корни так и нет. И здесь корни так и нет. Все. Рюмочку я мою, потому что буду пересаживать. Так, что еще хотела вам показать? Хотела показать вам мою вот такую вот классную, просто класснючую шапкой цветущую фиалку. Сейчас я у нее оторву эти самые цветочки отцветшие. И она цветет и цветет и цветет. Хороший сорт. Просто отличный. И вот сейчас еще одну фиалочку. У нее также вот тут вот уже... Ой-ой-ой. А может мне надо? Надо. А может не надо? Надо. Здесь все в бутонах. Вот где, как бы показать. Знаете, очень хрупкие листья у фиалок. Смотрите, там и детка растет, и цветочки, бутончики. И вот с этой стороны цветочки, бутончики. Все прям замечательно. Цвет хороший. Кстати, они очень похожи, мне кажется. А может быть и нет. Так, и еще хотела показать. Сестре Надежде я выращиваю от своего замякулькаса. Выращиваю цветок отростком. Сейчас покажу. Смотрите, какой корень. Вот сначала идет картошка. А потом корни. Вот такая вот красота получается. На выходных нужно отдавать. Ей уже его пусть сажает. Потому что долго держать тоже нельзя. И сейчас буду поливать, протирать подоконнички. Все здесь на столе тоже протру, уберу. Короче, у меня сейчас и уборочка заодно пройдет. Вот такая красота. Это советские. И клейму вы знаете, наверное. Может быть у кого-то есть такие чашечки. Миленькие. У меня мама не пьет чай из больших чашек. Из больших кружек. И поэтому я достала вот такие милашки. Но я не знаю. Сюда, наверное, я повешу для кофе. Или, может быть, вот сюда вот перевешу. Конечно, это нужно днем показывать. Днем обязательно покажу. Но сейчас вот прям мне хочется куда-то их или оставить здесь, или... Ну, кофемашина есть. И нужно куда-то под руку повесить чашки. Пока они у меня вот здесь вот так вот висят красиво. Без, конечно, здесь без лампочки лучше видно. Ну, посмотрим. Покажу, куда перевешу, куда повешу. Ну, милый, милый. Они легкие, классные. В магазине FixPrice покупала вот такие вот накладки на мебель. Поменяли стулья и накладки, естественно, тоже меняем. Потому что, ну, старые накладки наклеивать на основание стула, ножки стула, мне кажется, не очень хорошо. Да, тем более, их и не оторвать. Ни разу не покупала в магазине FixPrice. Эти накладки покупала в Гломарте, в других хозяйственных магазинах. Но вот решила посмотреть, как будут держаться именно из FixPrice. Беру круглые насадочки вот эти вот и прижимаю прям плотненько-плотненько. Конечно, было бы замечательно купить темные накладки, но темных не было. Были только белые. Ну, белые так белые. Если что, потом можно будет поменять. Нужно вот так вот поприжимать посильнее. Если у вас в гостиной 6 стульев, вам не хватит. И нужно будет или купить 2 упаковки этих накладочек. И вот из этих квадратов вырезать можно так же круглые. Просто по бокам обрезать. И будет шикардос. Ну, а я сейчас, конечно же, буду пить кофе. Теперь экспериментируем с кофем. Экспериментируем по вкусу. Потому что до этого мы пили растворимое, но тоже очень вкусный эгоист. Прямо его все равно люблю и не буду менять, если захочу пить растворимое. Но сейчас, вот пока не надоело, пока в новинку. Да я не думаю, что надоест. Там злато стоит, уже требует еды. Сейчас попью кофе, но не могла ждать. Потому что, знаете, сейчас покажу. Стулья, табуретки, они царапают напольное покрытие. Так, они царапают напольное покрытие, если нет вот этих вот накладок. Смотрите, как прекрасно ездят, не царапая. А до этого, если отодвигаю стул от стола, они прям с таким скрежетом. Не могу. У нас антивандальный, антивандальное покрытие, но все равно неприятно просто. Да и соседям снизу слышно, как вот это вот происходит. Сейчас я довольна. Да. Довольна, довольна. А впереди у нас будут праздники новогодние. И мы будем с вами украшать стулья к новому куду. Обязательно. Именно кухонные. Ну и покажу, что мы купили с Александром. В Ашане мы купили манго. Очень люблю. 270 у нас получилось. А за килограмм 299 по скидке. Очень люблю манго. Ну и Александры у нас тоже любят. Но по маленькому кусочку, по большому не любят. Короче, они манго не любят, а терпят его. Потому что я мою, нарезаю и говорю, ешьте. Виноград. Вот виноград у нас идет розовый, весовой. 149 за килограмм. Ну, у меня почти килограмм получился. 147-20. И вот такой красавец. Сейчас я его переложу при вас. Я очень люблю. Это кишмиш. Он без косточек. Он очень сладкий. И знаете, с ним хорошо пить чай. Как вот в Узбекистане. Там любят чай пить. И виноградом закусывать. Но очень красивый. А также и вкусный. Это у нас из фруктов. Затем собакам обязательно купили своим ёрочкам аперитивчик. Это постоянная покупка, можно сказать, расходник. Следующее мясо. Мясо по 300 рублей. У нас идет кусок. И второй кусок. Это у нас свининка. Грудина. Грудинка свиная. И мякоть корейки свинины. Моя любимая колбаса. Ее я просто обожаю. Без нее жить не могу. Практически, девочки. Так. И самая главная покупка. Это у нас вот такое кофе. Насмотрел его Александр. Посмотрел. Почитал. Загуглил. Оно ему понравилось. Он. Он. Кофе. Он. Здесь в упаковке килограмм. Производитель Италия. И произведено в Италии. И упаковано в Италии. Это нам показалось очень здорово. Они так, что произвели в Италии. В Белоруссии. Упаковали и в Россию привезли. Или там в другой какой-то стране. Ну, в России, допустим, упаковали. Лучше всего, когда изготовили и упаковали все в одной стране. Понравилось. Это именно для нам кофеварочной машины. Все, как нужно сделать. Ну, короче, вот так. Попробуем, скажем, понравилось или нет. В следующем влоге я вам обязательно покажу. Был шоппинг у Александра. Что он себе присмотрел. Что мы ему купили. Мерить было некогда, потому что очень много было народу. Осень. Все одеваются. В магазины практически переполнены. В раздевалках приходилось ждать, когда освободятся. Поэтому следующий блок это у нас Александр, носки, трусы и шапка. Смотрите, будет интересно. Конечно, не только это и все остальное тоже. Арбуз. Арбуз? Так ты его помыл и в ванной оставил. Неси. Вот такой арбуз. Весом 10 килограмм. Сорта холодок. 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 Сегодня вскроем и уничтожим. Он холодок. Надеюсь, полностью уничтожим. У нас не остается. Нет. У нас вот на троих или если сын не с нами, то на двоих у нас на завтра арбуз не остается. Мы очень любим арбузы.